МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Снежана, во-первых, представьтесь, откуда вы, чем вы занимаетесь, как давно вы в Америке? Здравствуйте, меня зовут Снежана Анатанова. Я в настоящее время визитинг-сколор в университете Джорджа Вашингтона, здесь, в ДСИ. И я работаю совместно с Марлен Ларуэ, директором института Евразии, России и Европы при университете. И, собственно говоря, мы вместе с ней решили провести такую выставку во время этого прекрасного бизнес-форума, который объединяет политику и бизнес, и привнести культуру в политику и бизнес благодаря коллекциям американских коллекционеров, которые сохраняют нашу традиционную культуру Центральной Азии. То есть вы политолог? Нет, я историк. Историк? Я историк. Исследователь? Да, историк-исследователь. Я пишу сейчас диссертацию в университете Сорбона и наука Парижа. И тема моей диссертации касается того, как переплетается национальная идентичность и материальная культура. И, на мой взгляд, текстильное наследие Узбекистана, Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, очень ярко демонстрирует вот эту национальную меняющуюся идентичность, помогая ее сохранять. Расскажите нам про эту коллекцию. Конечно. Если можно, мы можем даже подойти. Да, конечно. Вообще наша коллекция называется «Текстильный символизм Центральной Азии». Почему текстильный? Потому что здесь представлена вестиментарная культура, текстильная культура. Символизм, потому что она олицетворяет идентичность каждого представленного государства. Например, вот это платье современное, афганское платье. Это платье, которое одевается на торжественные мероприятия афганской девушкой. Красный цвет, вы знаете, красный цвет символизирует плодородие и, собственно говоря, благополучие. Вот этот вот чапан предоставлен нам казахским посольством. Спасибо большое. Это тоже современная версия, конечно, вместе с колпаком. Мне бы хотелось обратить ваше внимание на этот прекрасный чапан из Ферганской долины, который, по словам коллекционеров, датируется концом XIX века, начало XX века. Ну, то есть это можно увидеть, что он достаточно старый и традиционный, и кат, в общем-то, выполнен тоже традиционно. Вот это прекрасная тибетейка, конечно, из Бухары. Я решила её сочетать с этим халатом, потому что, чтобы показать всё многообразие, собственно говоря, Узбекистана. И вот я хочу обратить ваше внимание на паранжу. Посмотрите, здесь вот рядом стоит платье традиционного покроя и старого хан-атласа. Показывает тем самым эволюцию узбекского наряда. То есть мы все знаем, что паранжа у нас уже, к счастью, не распространена в Центральной Азии. Девушки у нас одеваются более ярко, более открыто, чему мы все очень рады. Тем самым показывает, что для Центральной Азии не характерен радикализм исламский, не характерны вот эти все, скажем так, не самые лучшие уроки истории. И мы движемся вперёд, мы движемся к развитию. И вот у нас это платье, которое, мне кажется, будет прекрасно смотреться в гардеробе любой модницы. Снежана, вот вы сказали, что все эти наряды, они из частной коллекции. Кто коллекционеры? Коллекционеры-американцы, которые собирают до сих пор эти коллекции на протяжении ряда лет. Например, вот этот наряд из коллекции Асыл Умланд, она живёт здесь. Например, есть ещё коллекционеры из Канады. Например, вот этот туркменский наряд, он из коллекции Дурды Фондейшн, который располагается в Канаде и принадлежит дочери Дурды Байрамова. Значит, вот я хочу обратить ваше внимание вот на этот интересный головной убор. Кептакая и Дурья. Это тоже из Ферганской долины, но ближе к Кыргызстану. То есть вы посмотрите, что это вышивка. Это тоже очень старый головной убор. То есть это тоже из коллекции Асыл Умланд. Я бы хотела ещё обратить ваше внимание вот на этот головной убор. Это, конечно, современная скомбинированная версия, но которая состоит из старых деталей, то есть из антикварных деталей. Например, вот этот вот накосник сзади, это, безусловно, узбекская работа. Но, например, верхняя часть, гупа, ювелирные украшения, это уже из Туркменистана. И вот этот вот прекрасный головной убор, он из коллекции Катрин Косман, тоже американского коллекционера. И коллекционеры вам это всё дали на время для показа. Нам дали для показа. То есть вы не продаёте, вы просто показываете, ознакомливаете гостей форума с историей и культурой. В отношении с историей текстильной я бы хотела тем самым привлечь внимание инвесторов в наш регион, поддержать народные ремёсла, поддержать мастеров, которых у нас очень много, показать, что текстильная культура – это наиболее прямой путь для того, чтобы противодействовать экстремизму, противодействовать, вернее, содействовать развитию региона, содействовать развитию туризма. Ну, мы знаем в последнее время, и Кат Адрас очень стал популярным в Европе, даже можно вот в Америке иногда на улице видеть людей, женщин в таких нарядах. Что вы думаете, что именно привлекает людей в этой ткани, в этих материалах? Если посмотреть на улицы любого европейского города, очень много серых оттенков, очень много тёмных оттенков. Центральная Азия привлекается над тем, что она манит яркостью и нарядов, и базаров, и открытостью людей. И это всё очень здорово. И, собственно говоря, и Кат, он характерен яркостью красок, чистотой красок, прекрасной сделанной работой. Собственно говоря, вот всем этим и привлекательна наша культура, яркостью красок и колоритом. И нашей особенной эксклюзивностью, нашей особенной идентичностью. Спасибо огромное, Снежана, за такой экскурс в наш регион. Спасибо большое. Я думаю, люди, которые проходят мимо, будут ещё лучше знать Центральную Азию, Среднюю Азию. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Спасибо.